МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Сила в коллективе. Трудовое законодательство чаще нарушает там, где нет профсоюзов. Восстановлению подлежит. В Левинском районе загорелась квартира в трехэтажном доме. Целый век правды. Главная газета региона отмечает столетие. За подписью Сталина в семье потомственного священника до сих пор хранят благодарственную телеграмму. Об этих и других событиях мы расскажем вам в ближайшие полчаса. Здравствуйте. Это Губерний. Итоги недели. Я Сергей Сергеев. Мы будем держать на контроле работу каждого региона, заявил глава Ментельхоза Александр Ткачев 17 марта на заседании межведомственной комиссии по вопросам организации весенних полевых работ в Центральном федеральном округе. Орловщину представлял зампредправительство Дмитрий Бутусов. Наш регион по ряду направлений работы был отмечен в числе лидеров. О видах на урожай и господдержке шла речь в понедельник на аппаратном совещании. Наталья Пехтерева продолжит. Этот аграрный сезон в стране пройдет под знаком реформирования формата господдержки АПК. Селяне узнали, что такое льготные кредиты по ставке 5% годовых. Единая субсидия вопросов порой возникала больше, чем ответов. В Минсельхозе обещают совершенствовать все процессы, чтобы они проходили максимально безболезненно и приносили отдачу. А пока, согласно плану льготного кредитования, регионам ЦИФО предусмотрено 6 миллиардов рублей на субсидии по краткосрочным льготным кредитам, говорится на сайте Минсельхоза. Мы не снижаем объемы поддержки. Это на 20% больше, чем годом ранее. При этом выбор приоритетных направлений кредитования остается за регионами. Благодаря конкуренции среди банков в ряде регионов ставки по льготным кредитам снижены до 2-3%. Такой спрос говорит о том, что этот инструмент работает эффективно. Главная задача, чтобы средства дошли вовремя до сельхозтоваропроизводителей. Мы будем держать на контроле работу каждого региона, говорит Александр Ткачев. Орловщина уже показывает хорошие результаты, сообщил на аппаратном совещании зампред Дмитрий Бутусов. Накануне он принимал участие в совещании Минсельхоза по господдержке. Под ЦИФО доведено всего 2% от выделенных средств господдержки. И мы в числе двух регионов, которые сегодня эту работу организовали, я хочу поблагодарить и департамент сельского хозяйства, департамент финансов. То, что удалось сегодня в числе немногих оказаться впереди и организовать получение кредитов для фермерских, крестьянских, фермерских хозяйств, других малых форм хозяйств на земле, очень важно. Прозвучало пожелание для аграриев. Речь идет о взаимодействии с налоговой службой. Более оперативно работать сегодня с налоговой инспекцией, поскольку введены новые требования сегодня, невозможно получить средства господдержки в случае, если есть задолженности. Если до прошлого года речь шла только о налогах, то сегодня речь идет еще и о задолженности фонда. Напомню, в минувшем году в России был убран рекордный по объемам урожай зерна. Свою большую лепту внесла и Орловщина. Губернатор Вадим Потомский в недавнем интервью сказал, что есть все предпосылки, чтобы не только удерживать, но и наращивать позиции. В трех миллионах тонн мы уже фактически уверены. Если у нас в 2014 году не было задействовано порядка 85 тысяч гектар, то сегодня их осталось 24 тысячи гектар всего свободных земель, все остальное в работе. Я думаю, что 3 миллиона тонна для нас уже как бы константа, цифра, которую мы, я надеюсь, в любом случае с года в год будем достигать. Ну а вообще, по мнению специалистов, руководители других субъектов Российской Федерации, более мощных, то же самое Белгородской области, Савченко Евгений Степанович, который я очень уважаю, мощнейший человек, очень опытный. Ну, он давно занимается сельским хозяйством, профессионал этого дела. Ну, по мнению вот таких, как он, специалистов, Орловского способна до 4 миллионов собирать по зерновым культурам в сегодняшней ситуации. Также на аппаратном совещании подвели итог исполнения областного бюджета за 2016 год. Расходы на сельское хозяйство составили 2 миллиарда 500 миллионов рублей. По темпам роста налоговых доходов Орловская область заняла второе место в ЦФО. В Орловской области средняя зарплата в 2016 году составила 22 900 рублей. Наибольшее количество нарушений трудового законодательства приходится на предприятия, где нет профсоюзов, и не заключен коллективный договор. Эту информацию на аппаратном совещании озвучил начальник управления труда и занятости Анатолий Майоров. Главным документом социального партнерства Орловской области является соглашение между правительством Орловской области и территориальным союзом организации профсоюзов, Федерацией профсоюзов Орловской области и региональным объединением работодателей объединения промышленных и предпринимателей Орловской области на 2017-2019 год. Одна из тем обсуждения – трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате в Орловской области на 2017 год. Оно было заключено в начале февраля. Документ подписали председатель Федерации профсоюзов области, руководитель отделения Союза промышленников и предпринимателей губернатор Вадим Потомский. Ни много, ни мало, три года на это ушло. А это один из вопросов, который при первой же встрече, я помню, вы поднимали, Николай Георгиевич, и вот сегодня мы к этому все-таки результату пришли. Это большое подспорье. Мы должны защитить своих граждан прежде всего в их пенсионном обеспечении в будущем. Напомним, соглашением установлен размер минимальной заработной платы в сумме 10 тысяч рублей в месяц. От подписания данного соглашения отказалось порядка 400 организаций по разным видам деятельности. Справочно, на территории Орловской области деятельность на 1 января 2018 года деятельность осуществляет 16 683 организаций. Так вот, самое интересное, что наибольшее количество отказов размещено в деятельности, связанной с недвижимым имуществом. Только 2,5% на эту минуту отказываются от подписания и участия в этом соглашении. То, что сегодня мы делали в рамках развития занятости, в рамках противодействия неформальной занятости, все-таки дает свои определенные результаты и формируется новая культура трудовых отношений. Потому что сам факт того, что мы дошли до соглашения о минимальном размере заработной платы об этом говорим. Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2016 году составил 5,5 миллиардов рублей. Это больше, чем годом ранее. По увеличению посевных площадей в минувшем году Орловский регион занял третье место по стране. Эти и другие результаты деятельности правительства области в сфере АПК были озвучены в рамках заседания Комитета областного совета по аграрной политике. Что планируется департаментом сельского хозяйства, в частности, о программе и раскисления почв, и меморации. По уменьшению кислотности почв, Ткачев нам обещал, что пришлет туда своих специалистов и, возможно, на базе Орловской области мы сможем разработать пилотный проект, который позволит эту работу нам организовать. И самое главное, что есть ряд крупных предприятий, которые готовы в том числе и участвовать в этом проекте за свои деньги. В начале апреля планируется федеральный сельсовет с присутствием президента страны Путина. Будет ли участвовать, принимать участие Орловская область? Безусловно, мы там будем принимать участие. У нас есть вопросы, связанные с развитием кооперативного движения. Есть поручение министрехода России в соответствии с посланием президента Российской Федерации о организации на территории Орловской области в 2017 году ДФД кооператива. Комитет по аграрной политике подытожил обсуждение темы рядом рекомендаций. В частности, решила о господдержке. Необходимо, чтобы ее уровень был не ниже, чем в 2016 году. Мы продолжаем. Это губерния. Итоги недели. Семье Литвиновых из Уридского района требуется помощь. Пожар уничтожил их единственное жилье. Беда случилась 25 февраля. На сегодняшний день уже многие присоединились к сбору средств, но тем не менее денег все еще не хватает. Огненная стихия Литвиновых оставила ни с чем. Подробности смотрите далее. Это Сашка наш, братик. Ему скоро будет 5 лет. Это когда он был в детском садике. Обгоревшая фотография в руках Левы как напоминание о том трагическом вечере. Кроме нее остался вот этот грузовик. Единственная игрушка. Остальное сгорело. Здесь была печка, которую папа устроил. 7 дней. Здесь была раковина. Тут был стол, где же бежали все кастрюли. ЧП произошло в конце февраля. Виной всему проводка в холодной кухне. Спасатели с огненной стихией боролись как могли. Семью от гибели уберегли. А вот от дома практически ничего не осталось. Кстати, куплен он был на материнский капитал. Мы побежали с мужем, потушили крылечко, более-менее, чтобы нам на улицу выскочить. Быстро детей дели. Он пока одевал, я побежала пожарную. Вызвала, я уже побежала встречать. Сейчас семья Литвиновых, которая воспитывает 4 детей, старшему 13, младшему нет и 2 лет, нашла приют у сестры Светланы. Располагается дом в 2 километрах от их прежнего жилища. На пепелище ходят, как на экскурсию, и со слезами на глазах вспоминают спокойную и размеренную жизнь. Все планы в одночасье были перечеркнуты. Они хотят сейчас купить дом в деревне Мерцалово, недалеко от... А сколько вот километров? Отсюда километра 2, но туда нет всепогодного подъезда, поэтому мы туда проехать не сможем сейчас. Ну, или бы восстановить вот этот дом. Конечно, желательно, конечно, чтобы этот восстановить. Но сюда денег больше надо будет. Местные жители своим соседям помогли, чем могли. Одеждой, продуктами питания, средствами гигиены. Сельской администрации и депутат облсовета в стране также не остались, но собранных средств крайне мало. Мы стараемся всячески помочь, мы сочувствуем этой семье. Но между тем, я бы хотела обратиться и к нашим землякам, что, уважаемые орловцы, с каждым может случиться эта трагедия. Понятно, что мы стараемся, но людям нужно в первую очередь жилье. Это очень крупная сумма. Плюс, помимо жилья, необходима какая-то первая, может быть, техника, дополнительно какая-то одежда, что-то, может быть, продукты питания. Если вы хотите оказать посильную помощь погорельцам, то свяжитесь с ними по телефону. Также можно перечислить деньги на карту. Все номера и реквизиты указаны на ваших экранах. Литвиновы будут рады любой поддержке. В ночь на 22 марта в деревне Семенихино в одной из квартир трехэтажного дома произошел пожар. К счастью, обошлось без жертв, однако часть жильцов многоквартирного строения остались без крыши над головой. Подробности ЧП в нашем следующем материале. Представьте себе по кирпичам, какой вышины и как она полыхала. Взглянуть на зрелище подобного масштаба жителям деревни Семенихино не представлялось возможным до этой злополучной ночи. В 042 в пожарную часть поступило сообщение о возгорании жилого дома по улице Семенихинской. В течение часа пламя удалось потушить, но ущерб оно нанесло значительный. В доме сгорело кровля, но ни одно стекло, ни стеклопакет не поврежден. Личный состав старался сделать так, чтобы сделать как можно меньше неприятностей людям, связанным с возгоранием. К сожалению, не удалось нам исключить возможности протечки воды. На данный момент предварительная причина возгорания неизвестна, но у жителей деревни есть свои предположения. Огонь начал распространяться из восьмой квартиры, где живет женщина, с которой у соседей за годы сложились непростые отношения. Сколько я здесь живу, постоянно жалуемся, постоянно заливают, у нее уже не раз пожар был. Потому что она алкашка и ведет себя, знаете как? Вот, одеколон в магазине пьет и не работает, ничего. Абсолютно, это поразит, идеально поразит. Однако, по словам соседей, на момент возникновения пламени хозяйка отсутствовала в квартире. По поручению губернатора на месте ЧП побывал его первый заместитель. Александр Бударин лично оценил масштабы происшествия и убедился, что для жильцов дома эта ситуация катастрофичная. Александр Бударин отметил, что сразу после ликвидации последствий пожара начнутся работы по восстановлению дома. За все время пребывания на месте пожара съемочной группы хозяйка восьмой квартиры так и не появилась. Немного позже выяснились причины ее отсутствия. Проходит медкомиссию в больнице и будет оформлен в ближайшее время дом ветеранов. Будет он проживать. Александр Горгай, то есть на этой жилой площади больше проживать будет. Жильцов 23-го дома уверили, что возникшая проблема будет решена в оперативном порядке. Задача номер один восстановление газоснабжения дома в полном объеме. Сотни орловчан в четверг пришли проститься с Николаем Андреевичем Володиным. Бывший первый секретарь Орловского властного комитета КПСС ушел из жизни на 81-м году 21 марта. Почтить память прибыли главы всех районов Орловской области, члены регионального правительства. Николая Андреевича называли глыбой Орловщины. Я так много знал Николая Андреевича, но мне довелось с ним общаться, пользоваться его советами. Надо сказать, что он был человек большого ума, искренности, наблюдательности. 17 лет Николай Андреевич Володин проработал на посту председателя областного совета народных депутатов. На выборах он трижды получал доверие от жителей Орловской области. Я имел честь, сколько себя помню, работать под его руководством. Ведь сегодня многие не знают, что он был лидером молодежи области. Он прошел хорошую комсомольскую школу, был первым сетарем Глазуновского райкома комсомола, работал вторым сетарем областного комитета в ЛКСМ. В те годы, в годы существования Ленинского комсомола, это было очень знаковое событие для молодого человека. За большой личный вклад в развитие Орловской области Николай Андреевич Володин был награжден орденами Октябрьской революции, трудового красного знамени, знаком почета, медалями за доблестный труд. А в 2007 году он стал почетным гражданином Орловской области. А с 1990 года трижды избирался председателем Орловского областного совета народных депутатов. В те тяжелые 90-е годы как раз сформировался устав. Был принят в те годы, когда Николай Андреевич принял активное участие в написании и принятии данного главного документа нашей Орловской области. Похоронили Николая Андреевича Володина на историко-мемориальном кладбище. В среду 22 марта главное печатное издание региона отметило свой юбилей. Сто лет назад в свет вышел первый выпуск газеты Орловской правды. К памятной дате ее редакция выпустила спецвыпуск. На его страницах журналистские работы разных времен. Андрей Деркач расскажет. Сто лет правды. На протяжении целого века тогда губерния, сейчас область узнают из нее самые актуальные новости. Сквозь года страницы главного издания поднимают злободневные темы. Ну а первая полоса юбилейного спецвыпуска Орловской правды пестрит воспоминаниями. С первых недель своего появления на свет наша газета была ежедневной. И в 17-м, когда в газете работало лишь 4-5 творческих сотрудников. И в 30-е в статусе районки, когда Орловщина входила в состав Центрально-Черноземной области. И в Великую Отечественную, когда она выпускалась только на двух страницах, но без перебоев. И во все последующие годы. Девизом редакции уже не первый год являются три основополагающие. Объективность, честность и оперативность. Именно они позволяют занимать правде лидирующие позиции среди всех печатных СМИ области. Издания появляются и уходят. А правда остается. За вековой период работы газеты выпусков набралось немало. Как носит статистика, на первой полосе Орловской правды их 26,5 тысяч. За столом ветераны журналистики и несколько поколений редакторов издания, которые не один десяток лет заполняли выпуски Орловской правды. Среди корифеев своего дела и действующие сотрудники. Цикл праздничных мероприятий, посвященных историческому событию в жизни газеты, продолжили в фундаментальной библиотеке опорного вуза. Многие поколения людей, которые принимали участие в ее издании, которые вдохновляли весь наш край, людей, которые выступали как глашатые и совесть нашего края, этот стол будет длиннее, длиннее, длиннее. Уверен, что у газеты огромное будущее. А всех я хочу поздравить с праздником. Я хотел выразить благодарность и поблагодарить всех и ветеранов, и те, кто сегодня трудится в нашей Орловской правде, в нашей, действительно, формирует хорошую газету. Все так же, листая свежий выпуск «Правды», но уже на пенсии. За новостями следит Юрий Анаприенко. Любимому делу журналист и писатель отдал 36 лет своей жизни. Для того, чтобы состояться как профессионал, в арсенале необходимо иметь не только образование, добавляет экс-редактор одного из отделов. Журналист должен уметь подниматься до самых высших слоев общества, то есть с министрами разговаривать и опускаться до самых низших слоев, то есть уголовники. Со всеми находить общий язык и всех понимать. Среди действующих сторожил редакции «Орловской правды» обозреватель Михаил Кончин. Журналист успел поработать в советское время, застал перестройку. Опытный сотрудник сегодня пишет о правительстве региона, касается на страницах газеты и экономических тем. «Естественно реагирует на все события, естественно помогать людям, которые попали в какое-то трудное положение, защищать их с помощью печатного слова. Функции газеты, они были раньше, они остаются сейчас и, наверное, будут и впредь». Одним из последних и самых молодых корреспондентов в стане газеты оказался Александр Трубин. Молодой журналист уверен, что век электронных СМИ не сможет затмить печатные издания. «В газете будут люди верить всегда больше. Это как бы формальность может быть какая-то, но вот даже я люблю читать именно книги в натуральном виде, газеты в натуральном виде, потому что вот как ты держишь что-то в руках, это тебя роднит. Это что-то настоящее, это настоящее слово. Я считаю, что газеты не умрут в ближайшее время уж точно». В его работе важна каждая деталь. Политики, герои статей, все события региона под его прицелом. Сергей Макроусов, начиная еще с работы лаборантом фотостудии, понял, что стезя фотографа – его призвание. Порой после репортажной съемки отснятый материал переваливает за тысячу снимков, из которых приходится выбрать один на первую полосу. «Здесь у меня сложности нет, потому что как старший товарищ выбирает. Когда сам свою съемку отсматриваешь, это очень напряженно. Поэтому у нас есть билд-редактор, вот Сасин тоже проработал очень много лет фотокором. И как бы я полностью ему доверяю, и он отбирает фотографии. И это очень облегчает мою работу». Для Сергея нынешний год тоже юбилейный. Ровно 10 лет назад фотограф стал частью редакции главной газеты региона. У церковной благотворительности как социального феномена и направления деятельности Орловско-Болховской епархии – давняя история. Причем история эта оказывается иной раз материальной. Ее можно подержать в руках и предъявить как музейный экспонат. Сергей Быковский расскажет о телеграмме от Сталина в адрес рядового сельского священника. «Он продолжает династию священников и говорит сейчас о своем прадеде. Но мы перед тем, как этот разговор поддержать, представим сначала самого и идея Олега Анохина. Представим тем зрителям, которые не бывают в храме Смоленской иконы Божьей Матери. Что на улице Нормандия-Неман. В нем и служит батюшка Олег. Еще он руководитель отдела социального служения и церковной благотворительности Орловско-Болховской епархии. И вот яркие примеры этой работы. «Это организация склада гуманитарной помощи. Там, где каждый нуждающийся может получить для себя самое необходимое». Еще одел принимает участие в сборе гуманитарки, который отправляется на Донбасс туда, где фронт. Впрочем, разговор наш о фронтах других. В том числе о Северо-Западном фронте Первой мировой войны. В ней, по личному прошению, участвовал прадед Анохин, отец Филипп. Он был полковым священником, служащим при лазарете 45-й пехотной дивизии. В 2018 году был уволен, вернулся домой в местечко Плиса на границе Псковской и Витебской областей. В годы Великой Отечественной оказался в оккупации и продолжал спасать людей. «Это даже и партийные работники, и работники следствия совета. Но в первом случае работников администрации арестовывали, в том числе и односельча отца Филиппа. И вот он договаривался в Беларуси, в родных краях до сих пор помнят люди, выжившие благодаря его заступлению, благодаря его участию. То есть подкупал власти как-то оккупационные, восповождал, выкупал этих людей из плена». В 44-м году, после того, как Красная Армия погнала фрицев в их логово отец Филипп с односельчанами собирали для нее помощь. «От себя отнимая, от своих детей голодных, они несли как святыню в храм. Передавали это и хлеб, и денежные средства, которые совсем немного было». И вот ответ от главнокомандующего. Спустя несколько месяцев в село поступила правительственная телеграмма. Сталин нашел время, несмотря на войну и занятость. «Прошу передать верующему духовенству близкой церкви, собравшим 5000 рублей и хлеб фонд армии. Мой привет и благодарность Красной Армии». Этот текст, записанный рукой неизвестного телеграфиста, хранится до сих пор и не только как семейное реликвие, но и доказательство того, что не только штыком добывалась победа, но и духовной силой. И именно это доказательство ни в каком музее не увидишь, только в нашем сюжете, ставшем на пару минут напоминанием о чем-то очень важном. На этом у нас все. Ровно через неделю с вами снова программа «Губернии. Итоги недели» на телеканале «Первый областной». С вами был Сергей Сергеев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова